Здравствуйте! 13 марта исполняется 174 года со дня рождения великого лингвиста Бодене де Крутане, который работал в Казанском университете. И поэтому сегодня в студии собрались те, кто поговорит с вами о его деятельности, о его жизни. Это заместитель директора по образовательной деятельности Института международных отношений, доцент Елена Александровна Венедиктова. День добрый! Заместитель директора по социальной и воспитательной работе Института международных отношений, доцент Виктор Евгеньевич Туманин. Добрый день! И директор высшей школы иностранных языков и перевода, доктор педагогических наук Диана Рустамовна Сабирова. Здравствуйте! Итак, начнем. Виктор Евгеньевич, Бодене де Крутане очень известная личность, но родился он недалеко от Варшавы, в Польше. И каким образом поляк стал профессором Казанского университета? Ну, вообще, Бодене де Крутане это очень интересная фигура. Он родился в 1845 году, недалеко от Варшавы, как вы уже сказали. Он происходил из очень древнего рода. По легенде, которая до сих пор жива среди его потомков, род Бодуэнов де Крутане — это род, вышедший из Франции. И родоначальником, основателем этого рода был французский король Людовик VI. Один из представителей этой династии был в свое время императором Латинской империи во времена крестовых походов. А затем, где-то примерно на рубеже XVII-XVIII веков, династия де Крутане перебралась в Польшу, в Речь Посполитую, и вот связала свою судьбу, все будущее именно с этой страной. Бодуэн де Крутане учился в Варшавской высшей школе. Он блестяще ее окончил. Затем он переехал в Петербург, защитил диссертацию. И в 1875 году он переехал в Казань. Поступил в Казанский университет и... Профессором. Стал профессором, да. Стал профессором Казанского университета. С 1875 по 1883 год. Он был профессором Казанского университета. Нужно сказать, что в это время в Казани уже существовала очень большая диаспора поляков. Было очень много поляков и в самом Казанском университете. В Казанском университете даже целые династии выстраивались профессоров, преподавателей, которые на разных факультетах Казанского университета работали в это время в нашем университете. И Будуэн де Куртене как раз очень органично вписался, влился в семью профессоров Казанского университета. Здесь он получил звание профессора, занимался своими научными исследованиями. И очень многие свои научные открытия, которые сделали ему мировое имя, он как раз совершил именно в стенах Казанского университета. Изучением его наследия, изучением его жизни как раз до сих пор и занимаются в Казанском университете. Я знаю, что у нас очень сильная школа полонистов, и вы, Виктор Евгеньевич, тоже к ней принадлежите. Именно потому, что у нас такая крупная была диаспора поляков в Казани. Да, конечно. Вообще Казань, она в 19 веке занимала очень большое место в жизни польского народа. Потому что с Казанью, с Казанским краем, с Казанской губернией были связаны судьбы тысяч поляков в 19 веке, и тех, кто принимал участие в национальных восстаниях, национально-освободительном движении поляков, и очень много поляков, в том числе и ссыльных, оказалось в Казани, либо в Казанской губернии. А что приезд Будену-де-Крутане в Казани был совершенно не случайным? Он был не случайным. А потом? А что дальше было? После этого он работал в Казани, но в 1883 году он переехал в Юрьевский университет в Тарту, и затем работал в целом ряде ведущих вузов Российской империи. Он преподавал и в Петербургском университете, он преподавал в Егелонском университете в Кракове, он работал в Варшавском университете. И причем он был не только блестящим преподавателем, он был гениальным ученым. И признанием его научных заслуг стало то, что он был избран и членом-корреспондентом Петербургской академии, и Академией знаний в Польше являлся человек, действительно сделавший неоценимый вклад в науку, в развитие мировой лингвистики. А потом интересна еще судьба его и тем, что он был не только ученым, не только преподавателем. После того, как в 1918 году была восстановлена Польша, он уехал в Польшу, он остался, стал жить дальше и работать в Польше. Так вот, в 1922 году в Польше проходили первые выборы президента, и Будуэн де Куртене как раз участвовал в этих выборах. Он был одним из кандидатов на этих выборах, но президентом не стал, но сыграл свою роль в политической жизни своей страны. Это была бы совершенно потрясающая история, что один из профессоров Казанского университета стал бы президентом Польши. Ну ладно, хорошо, что он остался более, так сказать, важным и значимым для науки. Для Казанского университета. И для Казанского университета, да, конечно. Диана Рустамовна, вот действительно, Будуэн де Куртене личность чрезвычайно многогранная. И политик, и литературведением занимался. Он писал совершенно потрясающие рецензии на произведения современной литературы, на футуристов, например, на Ахматову и так далее. Но, конечно, нам он интересен прежде всего как лингвист. А вот что же он сделал как лингвист? Почему мы говорим о том, что он создатель Казанской лингвистической школы? Да, мы можем сказать, что Будуэн де Куртене совершил своего рода переворот в языке, в науке о языке. До него господство историческое направление, в рамках которого языки изучались по письменным памятникам. Но у Ивана Александровича был иной взгляд. Он считал, что суть языка в речевой деятельности. И изучать нужно живые языки. В течение многих лет он свои научные труды писал и на русском, на польском, на французском, итальянском, чешском, литовском, ряде других языков. Он участвовал в многочисленных экспедициях, в рамках которых он исследовал славянские языки, диалекты. И особое внимание он уделял фонетическим особенностям этих языков. И эти исследования, результаты их, позволили Ивану Александровичу Будуэн де Куртене совместно и, может быть, благодаряющую идеям его младшего коллеги Николая Крушевского создать и разработать... Тоже поляк. Живших в Казани. Создать теорию фонемы и фонетических чередований. И так в своем труде опыт фонетических чередований они изложили теорию фонемы. И можно сказать, что Будуэн де Куртене стал создателем уже впоследствии теории письма. И можно сказать, что стал основоположником фонологии. В общем-то, заслуг достаточно много, как у лингвистов. Давайте на секундочку остановимся. Да, конечно, и теория фонемы, и фонология, и вообще экспериментальная фонетика. Но я боюсь, что большая часть наших слушателей не лингвисты. Они не знают, а вообще, что такое фонема, о которой мы как лингвисты, филологи, говорим, в общем-то, о чем-то очень понятном и знакомом. Да, одной из заслуг Будуэн де Куртене как раз явилось введение в научный обиход этих двух единиц, двух понятий, фонема, морфема. И нужно сказать, что обе эти единицы он рассматривал психологически. То есть фонему он связывал с психообразом, созданным у человека. Он ввел в обиход понятия фонемы и фонемного строя. Это, в общем-то, его крупнейшая заслуга. Но хочу сказать, что эти определения не менялись со временем, но его понятия фонемы и морфемы, тоже в последствии с психологической точки зрения, они всегда оставались актуальными. Поэтому, если говорить про морфему, то любая часть слова, обладающая самостоятельной психологической жизнью, как он говорил, и, конечно же, неделимая с точки зрения вот этой психологии. Поэтому и корень, и любой аффикс, суффикс, префикс, окончание, все рассматривалось им вот в этом ключе. Я еще хочу подчеркнуть еще одну заслугу Бадуэна де Куртене. Он первым в лингвистике начал использовать математические методы. Он доказал, что на развитие языков можно воздействовать и даже нужно воздействовать, а не просто их изучать и как-то пассивно фиксировать какие-то языковые явления, их изменения. На основе его работ и возникло новое направление, это экспериментальная фонетика. Наконец, так и сложилось сейчас в жизни, его предсказания, наверное, сейчас были, что лингвистика превратилась в более точную науку, и в ней все больше и больше присутствует такое количественное математическое мышление. Да, вот, наверное, наши слушатели, когда воспринимали то, о чем вы говорите, вспоминали, как в школе их заставляли делать фонетический разбор, мифологический разбор, но в современной школе это больше такая схоластика, а вот то, о чем говорил Бадуэна де Куртене, то есть психологическое явление, наверное, это позволяет сделать язык таким живым и понятным, и более близким и для школьников, и для тех, кто эту школу уже, наверное, давно закончил. Да и для профессионалов, лингвистов тоже. Конечно, я согласна. Но вот вы говорили о том, что Бадуэна де Куртене уделял внимание современным языкам, потому что действительно в то время все изучали латынь, древнегреческий, историческое развитие языка, а современные живые языки, они, в общем, ставились в стороне. И в этом смысле, наверное, идеи Бадуэна де Куртене, они нужны интересным современным лингвистам. Как-то вот в высшей школе иностранных языков мы опираемся на эти идеи? Безусловно. Я хочу сказать, что и в нашей сегодняшней деятельности, и студенты, и преподаватели, мы, конечно же, опираемся на его идеи, высказанные почти два столетия тому назад. Мы каким-то образом все равно ощущаем его наследниками. Я хочу сказать, что мы продолжаем его идеи еще в каком ключе? Он всегда говорил о том, что в рамках лингвистики он не замыкался. Он всегда говорил о том, что должна быть очень хорошая опора на гуманитарной науке, в частности, на психологию и социологию. Он говорил, что без знаний археологии, этнологии, истории культуры народов в лингвистике, можно сказать, делать нечего. Поэтому он не просто это декларировал, он практически это осуществлял, что очень важно. И мы, конечно же, помним его вот такие вот инициативы, и всегда используем междисциплинарные связи в наших исследованиях. Он знаменит еще тем... Ну вот, на секундочку я вас перебью и скажу о том, что это как раз можно сделать в рамках нашего института, потому что у нас есть археологи, историки, социологи, да? И, возможно, вот такое целостное изучение его идей. Да, наш институт отличается междисциплинарностью. У нас действительно очень много и направлений подготовки, поэтому это даже очень интересно, как его идея, идея которой почти 200 лет, реализуется сейчас в современных условиях. Может быть, не случайно, что именно в нашем институте, институте международных отношений, где есть и историки, и лингвисты, и международники, и этнологи, кого у нас это только не готовят, именно в нашем институте чтят и хранят традиции, которые были заложены самим Бадуэном де Куртенель. Да, я думаю, современное исследование его идей, оно как раз предполагает вот такого рода междисциплинарность, потому что не только лингвисты должны в чистом виде обращаться к его идеям. И вот в этой связи, наверное, нужно сказать о том, а как мы вообще чтим память Бадуэна де Куртене? Виктор Евгеньевич, как в Казанском университете чтят его память? Память о Бадуэне де Куртене, она священна не только для наших ученых, не только для наших сотрудников, но и для студентов. И доказательством этого является то, что в ноябре 2011 года в Казанском университете на стенах главного здания была установлена мемориальная таблица. Табличка такая, да? Да, мемориальная табличка. Как раз вот табличка, посвященная человеку, который занимается изучением языка знаний. Только, я понимаю, там три таблички даже. Они были написаны, там один и тот же текст продублирован на русском, на татарском и на польском языках. И барельеф самого Бадуэна де Куртене. И надпись гласит о том, что именно здесь, в стенах Казанского университета, работал выдающийся ученый, лингвист, исследователь, память о котором хранится до сей поры в стенах Казанского университета. И на открытие этой мемориальной доски в Казань приезжал посол Польской Республики в Российской Федерации. Принимал участие ректор Казанского университета и научная общественность города Казань. По-моему, автором этой таблички был польский скульптор. Да, польский скульптор Александр Врублевский, если мне память не изменяет. Сейчас принято в Казанской университете для того, чтобы студенты находились в поле пространства культуры давать имена великих ученых, деятелей актовым залам. Есть ли в Казанском университете актовый зал, посвященный Будуэнду Куртене? Да, есть. Актовый зал нашей высшей школы назван в честь выдающегося лингвиста Ивана Александровича Будуэнду Куртене. Назван и теперь и студенты, и преподаватели, которые там собираются. Это еще одно напоминание о том, какой вклад внес Будуэнду Куртене в историю Казанского университета. Но для того, чтобы имя Будуэнду Куртене было присвоено актовому залу, необходимо было получить разрешение родственников, потомков, тех, кто владеет правом на это имя. И история с этим связанная, это пояснение детективная история, это настоящий филологический квест. Елена Александровна, расскажите нам, пожалуйста, о том, как это удалось сделать. Прежде всего, следует сказать, что Будуэнду Куртене был женат дважды. Первая супруга Цезария, к сожалению, скончалась во время родов вместе с двумя близнецами. А второго брака с Рамуальдой у них родилось пять детей, один сын и четыре дочери. Следует, наверное, все-таки отметить дочь Цезария, которая была известным этнографом. Именно у ее сына Тадеуша в 1942 году родилась дочь Марта. Она является правнучкой Будуэнду Куртене, и она по сей день проживает в Варшаве, в Польше. То есть у Будуэнду Куртене есть ныне живущая правнучка? Да, есть живущая ныне правнучка. Как вы ее нашли? Вот, прежде всего, следует опять отметить, у нашего института неординарный директор, известный историк, музеолог, памятниковед Рамир Райович Харудинов. Он считает, что деятельность великих, выдающихся людей, деятелей культуры, науки, образования, связанных с Казанским федеральным университетом, должна быть достойно отображена в современной истории университета. Именно поэтому в нашем институте появились актовые залы и аудитории, связанные с именами Александра Первого, основоположника Казанского императорского университета, Карла Фукса, ректора, Евгения Максимовича Примакова, это государственный деятель и выдающийся дипломат. Также проводится ряд именных акций, чтений. Вы, наверное, помните ту удивительно трогательную историю с перезахоронением праха великого ученого Василия Энгельгарта в загородной обсерватории университета спустя 99 лет после его кончины в Дрездене, Германии. Кстати, данное мероприятие стало возможным благодаря личному участию и активной поддержке нашего ректора Ильшат Равкаджа-Гафурова. Вообще, в целом, Ромир Леевич поставил перед нами задачу найти потомков Будуэна-Ду-Куртене. При этом он сам проделал большую работу, изучил европейские и мировые генеалогические сайты, определил основные ветви потомков Будуэна-Ду-Куртене. И оставалось лишь одно, но самое важное, их найти. В этом нам помогли наши польские коллеги. И вскоре нам пришла весть с адресом и контактными телефоны пани Марты. Далее Виктор Евгеньевич с ней списался. Они договорились о дате встречи. К удивлению, пани Марта оказалась очень интересной женщиной, коллегой по профессии. Как она? Она долгое время занималась следовательской деятельностью, этнографией. Ее в том числе занималась активно историей своей семьи. Поэтому она нам очень подробно смогла рассказать о томках Будуэна-Ду-Куртене. И при беседе пани Марта официально дала свое согласие на то, чтобы актовый зал Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета был назван в честь ее великого предка. Ну вот мы начали с того, что Будуэн-Ду-Куртене родился недалеко от Варшавы, 174 года назад. А где он похоронен? Он похоронен на Калининском кладбище. Нам посчастливилось его посетить. Мы также посетили могилы других его потомков, поклонились и от имени Казанского университета возложили цветы. Я думаю, что это вообще замечательная традиция, потому что есть дни памяти Лобачевского, которые проводят математики, есть дни памяти Бутлерова, которые проводят наши замечательные химики. И я думаю, что дни памяти Будуэн-Ду-Куртене тоже должны стать одной из традиций Казанского университета. Не вот 13 марта этого года. Я думаю, что эти дни памяти пройдут у нас в Казани впервые. И станут вот такой ежегодной традицией, очень важной для всех наших лингвистов, филологов, этнографов, археологов, всех наших гуманитариев и всего Казанского университета. Большое спасибо всем нашим гостям, участникам сегодняшней передачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова